Милые городские образы, пропитанные уютом и особым колоритом Брестских улиц. С одной стороны, философские, задумчивые, с другой – такие светлые и магические. Именно такие они – дома, проспекты и скверы областного центра глазами художника Марины Лапо. Эта экспозиция – своеобразный итог творческой деятельности мастера за последние три года. В картинах Марины Лапо всегда присутствует некий душевный свет. В них живет надежда и радость жизни, не теряющейся вот уже много лет. Она творит на импровизированных пленэрах, не обращая внимания на прохожих и суету. Порой решается очень все молниеносно, то есть я просто срываюсь с места, закидываю. У меня готовы уже все папки, сумки, а вот про их даже не достаю с багажника машины и выезжаю. Где-то бывает так, что даже не знаю еще куда точно, так вот бродишь по улицам, смотришь и где-то останавливаешься и рисуешь. Мне нравится этот момент, когда рисую на виду прохожих, прохожие останавливаются, что-то начинают спрашивать. Мне это не мешает, я рада делиться, рада, когда они смотрят. В общем, это вдохновляет на следующую работу. Выставки Марины Лапо никогда не оставляют зрителя равнодушным. Именно поэтому на торжественном открытии персональной экспозиции «Родом из Бреста» в Российском центре науки и культуры было так многолюдно. Среди поклонников творчества не только ценители искусства, но и простые горожане, а также студенты технического университета. Из-под легкой руки и виртуозной кисти художницы рождаются картины для чувств, ведь возможности акварели безграничны. Здесь нельзя останавливаться, потому что в этой технике невозможно достигнуть совершенства. В этом уверены и мастер, и поклонники творчества. Вообще акварель – это особый вид изобразительного искусства. Он сложен и технически сложен, но в то же время, как никакой другой вид изобразительного искусства, передает атмосферу, передает нюансы, настроение. И мне кажется, Марине Лапоте удается передать атмосферу города, любви к своему любимому городу. И, в общем-то, поэтому ее имя, наверное, не случайно известно широкому кругу любителей искусства. Больше всего я рисую старый Брест, центр Бреста. Там моменты такие, которые исчезают, и деревья исчезают старые, спиливают, или как-то облагораживают территорию. В общем, все меняется. Через год глядишь, уже приходишь, уже там все по-другому выглядит. Поэтому я рада, что я как-то это зафиксировать могу и поделиться с брещанами. Своебразным подарком для гостей персональной выставки «Родом из Бреста» стали открытки с изображением картин Марины Лапо. Теперь образы самобытного Бреста разлетятся в разные уголки мира и будут напоминать о себе еще очень и очень долго. Сама же художница продолжает творить. Амбициозные планы мастера вполне реальны и будут притворены в жизнь уже совсем скоро. Техника аквареля, она предполагает такую глубину поиска. То есть здесь невозможно что-то на 100% освоить идеально. То есть это всегда новое что-то открываешь, поэтому все только впереди. Порядка двух недель будет находиться вернисаж «Родом из Бреста» в стенах Российского центра науки и культуры. А это значит, что время для знакомства с экспозицией у заинтересованных еще есть. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.